С 5 марта будет введен новый тариф на электроэнергию. Сегодня проект ДТО «Энергосервис» на повышение тарифа был обсужден на общественных слушаниях. Участники слушания в один голос выразили недовольство заявкой монополиста на подорожание тарифа при низкой качестве услуг. 29 января «Энергосервис» представил в антимонопольное ведомство заявку о повышении тарифа на электричество на 15,7%. Сейчас горожане платят 16 тенге 87 тиин за 1 кВт-час. Поставщик просит поднять тариф до 19 тенге 52 тиин. По словам специалистов, есть ряд объективных причин для повышения тарифа. Основными причинами изменения являются изменения стоимости электроэнергии, вырабатываемой электростанциями. Кроме того, с 1 января 2020 года изменился тариф на транспортировку электрической энергии по сетям акционерного общества «Гюгок» на 12%, а также изменился тариф по рынку мощности на 30%. Участники слушания высказали ряд претензий к поставщикам. Наболевшая проблема – низкое качество подаваемой электроэнергии. Как вы знаете, с начала года в аульных округах проводятся встречи с народом и очень много критики по электричеству. Народ недоволен поставляемой электроэнергией. Иногда электричества даже не бывает или очень низкое напряжение. И как мы народу скажем о подорожании? Вы только что упомянули о достижениях благодаря внедрению новых технологий. Это, конечно, хорошо, но ведь это должно привести к удешевлению, улучшению качества, к экономии. Собравшиеся не согласны с ростом тарифов для бизнеса. Это может пошатнуть его состояние и привести к подорожанию товаров и услуг. Вопросы вызвали и высокие тарифы для бюджетных организаций. У нас тариф самый высокий для бюджета. Такого ни в одной области нет. Когда детский сад платит больше предпринимателей. Или школа государственная. Я считаю, вот эта система дифференциации тарифов, она немножко замудренная. Ее надо упрощать. Считаю, что здесь высокая коррупционная составляющая в свое время. Потому что ни в одной большей области такого нет. Я тоже считаю, 58,3% это очень много для бюджетных организаций. И вообще подорожания на 14,5% для предпринимателей тоже много. Если мы поднимем цены, то, соответственно, поднимутся цены на продукцию. Ведь есть поручение президента снижать цены на товары, сырье, услуги. Пока идет обсуждение заявки поставщика электроэнергии. Окончательное решение на основе тщательного анализа всех аргументов. И с учетом предложений и замечаний будет принято 28 февраля. Уже с 5 марта горожане будут платить за свет по новому тарифу. Сколько, пока неизвестно. Но необоснованного роста тарифа не будет допущено. Пообещали в департаменте.